Здравствуйте, меня зовут Константин Глазков, Маша меня уже представила, поэтому я бы еще, наверное, хотел сказать, что я в данном случае еще представляю такое неформальное объединение следователей, которое у нас в вышке существует, оно называется Центр изучения мобильных устройств и приложений. В июне у нас будет презентация трех наших исследований, которые мы сейчас заканчиваем делать. Одно из них будет про то, как люди заряжают мобильные устройства, второе про то, зачем люди пользуются сториз и всякими лайф-трансляциями, а третье про различные кашеринговые, карпулинговые, таксипулинговые функции, которые все больше и больше внедряются и заполняют всякие различные варианты наших транспортных возможностей. Будем рады вас видеть и буду рад я, если вы зададите какой-то вопрос или сами что-то еще обсудим результат. Я могу начинать, да? Могу начинать? А, я сам буду еще обсудить. Хорошо. Моё название, да, оно отсылает к тому, спасибо, к тому, что технологии как-то объявили наше публичное взаимодействие. Вот. И цель моего доклада будет донести пять, на мой взгляд, взаимосвязанных подтверждений на этот счет. Первое из них касается того, что публичное взаимодействие, то, как оно видится социологами, это, грубо говоря, на 80% отношений игнорировано. Для протекания нормальных публичных отношений важно то, что мы соприсутствует, игнорируем друг друга. Очень забавно, но это можно сравнить с проблемой анорексии. Есть большие споры по поводу, что такое анорексия, поддается ли она какому-нибудь философскому или психологическому объяснению, почему и откуда она берется. И один из философских ответов на это то, что проблема анорексии заключается в том, что люди думают, что они занимают слишком много места с точки зрения других. А когда смотрящий на них смотрит, то они думают, что они занимают слишком много места. Перемразируя проблему анорексии в том, что проблем в личных отношениях, можно сказать, что мы думаем, что мы притягиваемся к себе слишком много внимания. Поэтому нормальным в публичных отношениях является то, что мы делаем вид, что нас тут нет. И в контексте технологий, это техническое отношение в том, что технология является лишь одним из многих таких инструментов, которые содержатся в репертуаре публичных взаимодействий. То есть вот это моя одна из фотографий, где, на мой взгляд, все три варианта в многочисленном репертуаре представлены. То есть можно делать вид, что ты спишь, что ты что-то читаешь, но телефон — это один из самых убедительных просто способов. Второй тезис заключается в том, что та палитра, через которую мы очень часто описываем наши отношения с другими людьми, то есть ту степень близости, в которой мы состоим, она редко может быть положена в одну оппозицию, как знаем и не знаем человека. Еще в 60-е годы такой социальный стихолог, как Стэнли Мюбрам, заметил такой феномен и назвал его знакомые и незнакомцы. Эта фотография — пригород Нью-Йорка, станция электрическая. Он взял, фотографировал перрон, проинагровал фотографии людей и потом уже подходил к этим людям в течение двух дней и спрашивал их, кого из этих людей вы знаете. Оказалось, что люди, которые не знают, как людей зовут, не знают, чем они тут занимаются, что они тут делают, ну просто изо дня в день ездят на одном и том же поезде, они в среднем, в принципе, неплохо друг друга узнают. Задается вопрос, да, для чего, да, то есть что это вообще дает, что люди просто узнают друг другу в лицо, когда они соприсутствуют в каком-то месте. Затем Мюбрам потом изучал этот феномен и в частности обнаружил, что в каких-то экстренных случаях эти люди существенные больше вероятности готовы помочь друг другу. Если какому-то, например, станет плохо, то знакомому и незнакомому помощь будет оказывана быстрее, полноценнее. И это не один из случаев, когда вот есть какие-то такие нюансы вот в этой большой оппозиции. Знаешь человека, не знаешь человека. Есть, по крайней мере, такой пример еще, как команды. Я бы тут пример привел к собачьей площадке. На собачьей площадке забавная ситуация. Чаще всего ты там знаешь собак, но не знаешь людей. То есть ты знаешь кличку, голос, пол, привычки, все, но только для собак. А про человека ты не знаешь. Но, например, когда в таком сообществе незнакомца вдруг на эту площадку придут незнакомые какие-то люди с той собакой, которую вы не знали, то ни с того ни сего вы объединитесь в какую-нибудь так называемую команду, которая скажет, что у нас на площадке принято так, и вы ни с того ни сего станете какими-то вот такими вот объединенными. На мой взгляд, технологии соприсутствия и делокации в мобильных устройствах дают еще один способ соприсутствия незнакомых. Я бы это назвал партнерством. Партнерство заключается в том, что мы находимся друг с другом, тоже не знаем друг друга, но чаще всего наше соприсутствие дает нам какие-то дополнительные блага и возможности, которые мы бы не имели, если бы здесь не соприсутствовали. Этот тезис я еще хочу развернуть более подробно. Третье упражнение заключается в том, что классические попытки социологов искать какие-то жесткие территориальные привязанные сообщества, они уже давным-давно проваливаются. Убанисты очень сильно любят искать сообщества, хотя нифига не знают, что это такое. Они идут в районы, ищут добрососедей. Я очень здоров, что у нас есть сегодня про этот доклад. И сталкиваются с тем, что люди, во-первых, не понимают, где они живут и с кем они живут. Никаких толковых сообществ, которые готовы что-то отстаивать, защищать, нет. Приходится прилагать какое-то усилие, чтобы их создать, но не чтобы их обнаружить, уже существующие. Вместо таких жестко привязанных сообществ, на мой взгляд, имеет смысл изучать, я бы не назвал это сообщества, какие-то ими жестко возникающие или очень подвижные сцепки между людьми. Когда вы соприсутствуете в каких-то местах, на постоянной регулярной основе, с какими-то людьми. С помощью геолокационных технологий этот эффект, это ощущение соприсутствия, оно все больше и больше регистрируется, и вы все больше и больше отдаете себе об этом отчет, это куда-то идет какой-то плюс, бонус. И масса приложений, которые уже зарязаны на этой технологии, они просто фиксируют. То есть, например, есть какое-то приложение, которое, например, фиксирует то количество шагов, которые вы прошли, и доносит ваш результат в какой-нибудь лидер-шип-борд. А какой-нибудь тиндер, например, привязан к этому, потому что в зависимости от того, сколько вы прошли, тем больше вы имели шанс попасть на чей-то радар и получить какой-то мэйч с каким-нибудь партнером. Фейсбук, Покемон, Гоу в каком-то смысле тоже обладают этой функцией. И между ними в каком-то смысле нет разницы. Есть приложения, которые идут дальше. И это мой четвертый пример, заключающийся в том, что технологии соприсутствия, они дарят много общественных благ. В частности, есть такой навигатор, который очень популярен больше за рубежом, чем у нас. Он называется ВПС. Это выдержки сайта, которые объясняют принцип Вейза для тех, кто бы хотел им начать пользоваться. Давайте пару утверждений я прочитаю вслух на всякий случай. Очень важное утверждение. Ты на дороге не один. Ущущение сопереживания, кооперации. Твои друзья, коллеги вот сейчас едут вместе с тобой, сидят за тобой, волнуются за тебя. Еще ниже. Также ты получаешь информацию от других участников движения. Это полезно. Но это и интересно. Теперь не нужно мигать фарами. Просто поставь отчет полиции. И вот третье. Поэтому настоящий Вейзер включает навигатор до того, как он заводит машину. Включает навигатор всегда. Даже когда он знает дорогу. Принцип приложения заключается в том, что ты не пользуешься готовой картой. То есть, изначально Вейз не был как навигатор с прорисованными до конца материалами. Но как это исполняется пользовательским контентом? То есть, по ходу пользователей Вейзер, а вот вы тут обозначены машинкой, а это другие Вейзеры, которые пользуются этим приложением одновременно с вами, они проезжают, тем самым намечают дороги, намечают какие-то проблемы, рассказывают о том, что тут находится. И тем самым создают такое поле информации, когда человек даже начинает испытывать какую-то ответственность по отношению к другим участникам движения. То есть, я должен включать Вейзер, быть Вейзером настоящим. Именно для того, чтобы собирать и распространять ту информацию, доносить ту важную информацию, которая важна для тех участников движения, которые находятся рядом со мной. Очень интересно, что Вейз у нас как бы проскакивает сам по себе. И это тоже полезно, когда вы, например, изучаете технологии, смотреть не только для того, зачем они были созданы с точки зрения разработчика, но и то, за счет каких минимальных порой возможностей пользователи выкручиваются, чтобы сделать или сказать то, что они на самом деле хотят. И в данном случае, вот, вот, и был добавлен кейс, когда дальнобойщики выступали против системы Платон, в Яндекс-навигаторах, в Яндекс-картах, вот эта вот функция довольно порой бесполезная, да, информативная, пользовательских вот этих вот комментариев, когда пишут иногда, не вещь что, не очень актуальна и не по делу, здесь эта вот возможность, да, она стала единственным таким окном для политических высказываний. Когда люди, по сути, отказываются от общественного власта, то есть от пользования пустой дороги, понимают, что машины, которые находятся в пробке здесь и сейчас, это те машины, которые хотят своим присутствием, тем, что они стоят в пробке, сказать что-то и как бы занимательно здесь именно посмотреть на то, как порой даже вот противоречивым образом эта технология из присутствия оборачивается, да, то есть люди хотят сказать чем-то, просто соприсутствуют. Очень важно при этом не думать про людей, хотя иногда это делается. И, в принципе, это отчасти обоснованно. Тут вот я привожу цитату на недавнее совершенно новостное объявление о том, что Яндекс.Навигатор хочет стать платным для юридических каких-то компаний, которые используют его для изучения выгоды. То есть это на рядовых пользователях, они потом, точнее, лет не отразится, но на компаниях, которые занимаются перевозками и профессионально используют приложения, скорее всего, будут идти на какие-то тарифы. Реакция профессионального сообщества заключается в том, что они говорят, Яндекс, вы забываете, что одно из немногих таких принципиальных ключевых преимуществ в сравнении с другими навигаторами у вас, оно заключается в том, что у вас большая сеть устройств, которые генерят информацию от того, где они находятся. И они говорят, что некоторые устройства в таких количествах уменьшатся, но при этом эти устройства их должны возить, и мы уже возим, и этим, собственно, и занимаемся. Именно люди. А вот в данном случае, это вот я специально в квадратных стоках здесь добавил, что это устройство водителей такси. В каком-то смысле предполагается, в наиболее радикальных случаях, что мы с вами, как пользователи мобильных устройств, должны обладать некой ответственностью, как инфраструктурные объекты, которые должны соблюдать естественный уровень мобильности, поддерживать его по городу, чтобы обеспечивать предоставление, например, как в случае файл-чата, услуги негалентного сообщения. Логика файл-чата заключается в том, что он отказывается от классического типа распространения информации, где вот есть вышка, и ты находишься в какой-то ячейке софтного оператора, и через ячейку эта информация потом к другому пользователю попадает. Файл-чат — это мессенджер соприсутствия. Он очень был популярен именно... Ну, то есть, объем популярен, например, в случае с революцией горхонских зонтиков, когда, например, выключают всю мобильную сеть и интернет, да, и можно передавать сообщения только благодаря вот таким образом. Это сообщение передается от устройства к устройству и по цепочке дальше, дальше, дальше в декодированном виде и потом достигает конечного пользователя. Забавен тот факт, что разработчики видят возможности файл-чата не только как мессенджера в скоплении людей, а для мессенджера уже в большом городе. По оценкам разработчиков нужно порядка 5% от всего населения города, чтобы пользователи в пределах всего города имели возможность бесперебойного обмена сообщений. Потому что предполагается, что вот эти 5% они обладают естественным уровнем мобильности по городу, а значит будут разносить наши сообщения. Ну и понимаете, теперь ответственность, которая нараспадает. То есть мы должны включать телефон, возить его туда-сюда, и именно тем самым как бы обеспечивать доступ всех пользователей к общественному главу. Резюмируя мои тезисы, еще раз можно их проговорить, и если какие-то связки между ними показались неочевидными, я попытаюсь это сейчас исправить. Во-первых, один из моих тезисов заключался в том, что публичные отношения, они больше завязаны на отношениях игнорирования, и собственно наш сегодняшний семинар заключается именно в том, чтобы задуматься, когда это игнорирование, и в каких случаях оно преодолевается и устанавливается какие-то квази отношения близости, когда люди начинают как-то знакомиться, замечать друг друга, получать какие-то бонусы от соприсутствия друг друга. Второй тезис заключается в том, что вот этих разновидностей степени близости много, и с каждым из них надо работать по-разному. И они по разным в разных совершенно ситуациях возникают, и технологии — это лишь один из таких способов, который, на мой взгляд, дает ситуацию другого партнерства, в том смысле, что мы имеем какие-то бонусы от того, что мы находимся друг с другом, там и замечаем друг друга. То есть вы можете, например, сейчас там просматривать чей-то тиндер, кто тут находится рядом, хотя вы друг другу даже в глаза не посмотрите. Вот. И в этом смысле технологии развязывают нам руки, да, для установления каких-то комичных связей, которые впоследствии могут вылиться что-то больше. А могут и не вылиться. В-третьих, территориальные сцепки между людьми стали подвижными, эмерджентными, и их нет, чаще всего, и не имеет смысла истать где-то на местах. Их надо искать в таком размазанном, подвижном виде, когда они появляются на каких-то пересечениях, перекрестках. В данном случае это могут быть какие-то транспортные пересечения, это могут быть как вот этот коворки, какие-то другие места. технологии просто эти эмерджентные подвижные связки оформляют какие-то значимые и обсчитываемые совпадения. В-третьих, роль устройств чаще всего заслоняют людей, и мы тут представляем собой каких-то киборгов, которых сложно отделить от устройства, а устройства от людей. И об этом очень часто забывают организаторы и разработчики приложений. И пятый тезис заключается в том, что в дальнейшем от нас все больше и больше потребуется то, чтобы мы были более ответственны и внимательны к тому, с кем мы соприсутствуем. Вот. На этом мой договор закончился. Прекрасно лазусь. Я сейчас поменяю микрофон. Раз, раз. Вот этот цвет. Если есть вопросы, то у нас есть переносной микрофон и принимайте руку и я буду вам давать. У меня краткий можно сказать последний выступать. У меня здесь остальные не будут лазить. Нет, ну, спасибо. Хорошо. Хорошо. Вопросы к Косте. Может быть, Косте может рассказать подробнее о паратуре, которую вы делаете и какие исследования сейчас самое кто делал? А я уже рассказал про три, когда вот начинал. Вот. Не, ну я могу про много что рассказать. Вот вопрос, кажется, есть. Да, отлично. Спасибо. Я коллега, на самом деле, на самом деле, в нашей луманистики. У меня вопрос, кольцер, вы сказали про вот эти подвижные сцепки вместо сообществ. Да, то как это отражается на саморганизации этих самых сообществ, людей? И ну как это, не знаю, как это перевести в какие-то, может, следует ли за этим какие-то новые технологии самоорганизации? Спасибо большое за вопрос, Паша. Возьмем, например, цель инновации горячую, вот как пример. Ну, у меня тут вот есть одно соображение, оно включается в том, что с одной стороны этот тезис звучит так, что территория не имеет смысла, да, такой старый разочаровывающий тезис для географов. Как мы знаем, географы потом обнаружили, что этот тезис совершенно несостоятельен, и в случае технологии мы видим прямо такие очень яркие тому подтверждения. Иногда те технологии, которые вроде бы как работают нетерриториально, затем потом оформляются какие-то в том числе территориально окрашенные сетевые соединения. Пример тому теракт в Петербурге. Там возникла после теракта проблема того, как надо развести людей по районам, по различным. Очень иронично в том, что никто этим лучше не справился как пользователь геолокационной игры «Ингресс», которая по своей сути является как «Покемон Гоу», в общем. Только внутри нее встроен еще чат. Благодаря этому чату игроки «Ингресс», которые просто какой-то играет, казалось бы, они очень быстро из этого «Ингресса» уходят и дополняют процесс игры общением в Телеграме, в частности. Среди них очень популярный Телеграм. И этот Телеграм выстроен очень иерархично, в том числе по территориальной логике. То есть у них есть у каждого практически пользователя «Ингресса» есть по крайней мере 20 активных Телеграм-каналов, где на низовом уровне они общаются на районном уровне, потом они общаются на уровне округа, потом на уровне города, могут быть еще какие-то тематические специфические объединения. И дальше по масштабу. И вот эта выстроенная сетевая конструкция, которая при этом имеет территориальную окрашенность, очень была эффективна. Именно потому, что вот эти игроки они взяли и вот эту уже имеющуюся инфраструктуру коммуникации применили вот к такой задачке. То есть раньше они ей пользовались в основном для того, чтобы организовывать какие-то игровые операции, реагировать оперативно на действия противника, а тут они взяли просто ее дали так сказать в аренду и с помощью нее развезли людей. Поэтому однозначного такого утверждения делать нельзя. Оно должно компенсироваться, уточняться какими-то взаимодополняющими утверждениями. Об этом еще можно подумать. Вопрос вообще вообще роль не важны, хотя как мне это видится, это травма жителей слишком большого города, когда все взаимодействия очень слабые. А если ты живешь в более маленьком городе, я до недавнего времени там, как раз больше отдачи и больше люди привязываются как раз к именно локальным сообществам, где либо это где они живут рядом совсем, либо там общежитие и что-то подобное, чтобы вот ваше утверждение не было электристикой, а было научным, какой метрикой вы бы это доказывали? Во-первых, вы абсолютно правы, что скорее всего это утверждение является именно более применительно и специфицировано больше для отношений в большом городе. Я его делаю и рассказываю именно на этом материале. Максимально научно, на мой взгляд. Есть данные различные, которые это иллюстрируют. Я не просто хожу и выступаю на инфекциях. И в этом смысле действительно попадая в локальные какие-то небольшие города, мы сталкиваемся с совершенно другими способами организации сообщества. И здесь есть просто масса вариантов и мыслей по поводу того, как искать такие вот рычаги, которые ни с того ни с сего актуализируют его силу. У нас просто совершенно другой проект, не связан вообще никак с технологиями, экспедиции в малые города. И среди таких рычагов находились например, какие-то церковные связи, какое-нибудь противопоставление себя туристам и туристической повестке. В общем, очень много случаев. Или, например, долговая экономика. То, что денег в городе нету, и всем устраивается именно за счет доверия, доверия своим чужим и возможности дать долг продуктовом магазине. И готов ответов, как это, например, какие параметры выставить в конкретном городе и как их измерять. Ну, это отдельный разговор, это отдельное собственно исследование, которое надо проводить. Тут, если бы я вам дал готовый ответ, мне можно было бы сразу на руках ввести. Но большие города в целом это утверждение оно хорошо работает именно потому, что, как вы правильно сказали, это сообщество, не сообщество, в городах работают именно со слабой связью. И мобильная технология это то, что образует, делает возможным эти слабые связи. Я бы готов отдельно обсудить то, как это можно измерить и доказать. Окей? Да. Вопросы совсем мало времени. Да, у меня будет вопрос. У нас просто потом будет еще сайт вопросов такой большой. На самом деле, у меня такой вопрос к социологу по поводу этих отношений игнорирования и боязни близости, грубо говоря. Можно ли это считать нашей национальной собственностью? Мы вообще можем быть другими потом, когда они будут? Скажем, это может быть наша травма заложенная в 20 веке, общество закрытое. Можете быть по-другому? Я думаю, что в лифте ездят в среднем везде по всему миру одинаково. Вспомните, как себя надо вести в лифте. Ни в коем случае не надо смотреть в глаза, например. Начать как-то знакомиться, брать за руку и так далее. Вы, я думаю, согласны. И как бы у нас нету, наверное, какой-то национальной травмы от поездок в лифте, например. А лифт это вот такой классический пример именно вот этих отношений. Как правильно сказал ключевой теоретик в этом направлении, он канадец, но больше всего работал в Америке, он назвал это вежливым невниманием. Вот. И вежливое невнимание это ключевой компонент публичных отношений. Вот. Вопрос о том, есть ли у нас какая-то травма от того, что мы так как-то даже через чём может быть болезненно реагируем на других. Я тут не готов вам сказать как-то конкретно это более такое расплывчатое утверждение, которое то есть оно больше какого-то культурологического такого макромасштаба. Я не знаю. Всё? Или последний вопрос? Я думаю, что заминка технической презентации и может быть наверное один вопрос? Был где-то в этой ночи. Я пошла потом. Ага, вот там последнее. Олег, можете для себя свой микрофон? Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Женн, я немножко просто начал. Я думаю, что вы разводите социальные взаимодействия, доступны людьми в реальной жизни на этой территории и технологии, когда они сдают какое-то сообщество, которые люди уникальны, где животные находятся. Чудеско. А вы не смотрели, когда вот эти две истории перетекаются. То есть, например, если я показывать, у меня есть такая депозия, что, допустим, штабы очень простудили на фрак-сценные монеты, которые создают большую точку группу по изгруппу, и они в клин общаются. А у нас считается, что к этому почти нет нигде. Ну, допустим, мы видим вчерашний митинг по ареновации, там было вообще большое количество денег, и мы хотим инвестировать себя в определенную группу. И это, очевидно, мобилизация, которая во многом произошла, оказывается, она в районные группы. Они маленькие, их мало, но вот, как бы, люди общаются, доклады пересечения. Все эти технологии, они благодаря технологии, и наше, оказываются на территории и на территории. Я боюсь, что вы немножко пересказали мой доклад, но в целом мы сами согласны. вот. Да, то есть, я пытался именно рассматривать те случаи, когда технологии, технологии соприсутствия, и я как бы настаивал именно на том, что технологии, которые усиленно акцентируют то, что люди где-то находятся рядом друг с другом, на какой-то конкретной территории, здесь и сейчас, что вот эта функция и эти сервисы все больше и больше актуализируют вот эти территориальные связки. Вот. Ну вот, про это был доклад. Спасибо. Спасибо большое, Костя. Спасибо. за следующее. Спасибо. за следующее.